Продолжение главы первой, вступительной, из повести «Обладать и принадлежать». Часто приходили и Алёшина друзья и постерегали его, чтобы забрать долги. Из них хорошим был только один. Он выпивал всё то время, что сидел, не вставая даже в туалет. А к ночи водка у него начала выходить обратно, и он, не желая её терять и ронять на пол, он затирал голову и держал её так, запрокинутой минут по пять, пока она вся заново не распределялась по его грудной клетке, мозгам, ногам, рукам, пальцам, по складкам одежды и прочим другим органам. Однажды она отсыпалась после ночи ожиданий, и ей снились выстрелы один, второй, третий, пока она не проснулась. Стреляли наяву. Рита побежала к окну, за домом ещё раз пальнули, окно затребезжало. Анна надела плащ и побежала на выстрелы, готовые ко всему и на всё. Небольшая площадь за домом была огорожена железным сетчатым забором. Продев сетки пальца и закачавшись вместе с ней от порывов, Рита разглядела. Лежит убитый парень, и широкую одежду на нём мотает ветер. Он лежал под непогашенным фонарём, как на сцене, будто специально искусственно подсвеченный. Он лежал лицом вверх, чтобы Рита могла рассмотреть. А, не Алёша! Прямо при Рите это лицо покинула душа, и в считанные секунды оно обескроилось и стало цветом мёртвой оболочки. И уже стало понятно – он уже не человек. Тело его примялось по земле, как пакет без молока. Нигде не было видно крови. Он лежал непонятно куда убитый со спокойным лицом. Никто не интересовался его смертью. Мужчина в штатском стоял к нему спиной метров десяти, курил. За забором торговали. Там был маленький рыночек. И Рита подумала – вот и я такая же, как он, никому не нужная. Только ещё не валяюсь под фонарём, а стою и запоминаю, как это бывает. Под впечатлением Рита вернулась во двор. Постояла, всматривая из земли своё собственное распахнутое освещенное окно. Занавеска вывернулась и лизала грязную стену дома. Рита посмотрела на небо. Ещё не потухла с ночи. Бледным контуром луна и некоторые её любимые, самые яркие звёзды, одну из которых она принимала за НЛО. Она думала – вот, как дрожит эта яркая звезда. Она зависла ровно надо мной. Она следит за мной. И вот она опять на месте. И это явление Рита опять трактовала на свой счёт. Пока она смотрела в арку, вкатила белая машина и засигналила. Вышло двое парней, похожих друг на друга, буквально во всём. Один закричал, глядя в Ритина окна. Алёша, Алёша, Алёша! Она тоже стала смотреть себе в окна, как на свои. По лестнице она предусмотрительно бежала, как можно скорее под скрики снизу. Алёша, Алёша! И сигналы там, та-там, 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 там. Такие примитивные, подумала она про сигналы. Все ими сигналят, и все на них выглядывают. И чего-то Алёша не жилось в своём жилище. Он находился до причины вырываться из него, как на волю. Без перерыва целую неделю жил он здесь только один раз, когда привёл вместе с двумя товарищами ещё одного немолодого мужчину. Это гость. Представил он без имени и фамилии, поселил его в дальней комнате. Постельное бельё не приняло от Риты, и она встречалась с незнакомцем только когда кормила его в кухне. Гость всегда молчал и затвердевшим взглядом смотрел в окно. Через пять дней он вдруг бросился в это окно и по не очень широким архитектурным портикам побежал мимо всех комнат, пугая голубей жильцов, и выбрался в подъезде через окно на лестницу. Сбежал, закричал один с товарищей Алёшей, и всё выдав Рите этим с криком. Его бросили догонять, но прошло уже много лет, но он так и не нашёлся. И когда Рита узнала, что мужчина был заложником, и что иногда его беззвучно били, после побега она отмывала эту комнату и нашла немного крови. Алёша сказал, как он не сорвался? А если бы он упал? Не знаю, что сказать соседу. Он прибежал мимо его окон. «Даже коты не ходят по этим портикам, не рискуют», — сказала Рита. В этой квартире происходило много горя. Рита раскрывала сундуки и находила вещи живших когда-то здесь давно женщин. Фотографии красивых лиц валялись по царапанным коробкам, никому не нужны, чтобы их вспоминал кто-то. И вот теперь очередь дошла до неё. Она была поселена в этой старой квартире вместе всех этих уставших и умерших женщин, чтобы любить Алёшу вместо них. Одна из них, самая красивая и молодая, приснилась Рите. Пройдя сквозь слой земли, она оказалась с ней лицом к лицу на маленькой кухне с ярким электрическим освещением. Обойдя Риту, женщина с несчастливым взглядом обняла её за плечи, крепко-крепко навалившись сзади. Что она сказала? Рите было не дано запомнить, но вернувшись наверх и опять пропуская слой за слой земли перед глазами, она уже была в некой эстафете, как будто бы принято. Закрывшись на несколько засовов, она вспомнила, как совсем недавно ещё приняла на свой счёт ещё одну бегущую женщину. Дело было так. Рано утром часов в девять, а это была рано для Риты, она ехала в такси. Вдруг все впереди, едущие машины стали тормозить, сигналить, а потом очередь дошла и до Риты. Посмотреть, что же там случилось. Ярко светило солнце, было холодновато, все ходили уже в плащах, а тут бежала женщина лет тридцати. Бежала она неумело, как уточка. Раскачиваясь и размахивая руками, никуда не оглядываясь, босая с голыми белыми ногами, не худыми, не толстыми, а такими женскими, одетые в одна только коротенькую сорочку. И всё у неё было на показ, потому что бежала она и без трусов, и вообще без всего, только в белой расстёгнутой распашонке. Как она оказалась на этой улице? Там, там даже и домов поблизости не было, но ещё в таком подробном солнце. «Хорошо, что живая», – сказал шофёр. Лицо убегущее было испуганное, подпухшее, жёванные волосы развивались от ветра, водитель нажал на газ. А Рита подумала, «Ой, ты мне надо остерегаться, я ведь такая же, как она, только пока одета и еду в машине. Но до мной всё так же улюлюкают и подсмеиваются все, и хотят, чтобы ещё больше сорочка задралась, и чтобы упала в лужу, и встала, и опять ещё более загрязнённая побежала, неизвестно куда, кому совсем опозоренная, никому не нужная, больная, похмелемая, совсем сошедшая с ума. Как некоторым хочется вдруг непреодолимо выпрыгнуть с каруселей скорее на землю, так и Рите хотелось побежать рядом с этой женщиной. «Ну, ты должна держать на контроле», — сказала она самой себе. Мыс, её понеслась в другую опасную сторону, то есть это предупреждение тебе. Ты согласишься на смерть, если она будет красива, ты очаруешься ею, и тогда тебе будет не страшно умирать. Вот если она будет некрасива, ты спасёшь себя. Тяга красивой смерти — редкий дар. Как приятно слышать предрасположенность красивой смерти. Но смерть не страшит меня. Она как подруга мне, как сестра, улыбающаяся, всяк белым. Я представляю её лицо, и мне хочется её обнять за плечи и поговорить с ней. Как долго я не видела тебя. Конец первой главы. Продолжение следует.